Многие автовладельцы сталкиваются со стуком в передней подвеске. Часто эту проблему легко можно устранить. Но иногда бывает так, когда вы почти все детали и узлы поменяли в передней подвеске, и стук всё равно остаётся. Может кому-то знаком вот такой звук. Послушайте внимательно. Даже можно закрыть глаза и попробуйте послушать так. Не знаком ли этот звук вам? У меня тоже была такая ситуация. В сервисе пил несколько раз и меняли разные резинки, узлы и даже левый армонтизатор, опорный подшёпник армонтизатора. Но победить этот чертовый штук не удалось. Котель даже стабилизатор с турками поменят. Но, к счастью, у одного мудрого механика появился замечательный мысль. И сказал, пока ты купишь стабилизатор с турками, давай иди к механикам, которые занимаются ремонтом рулевой рейки. И пусть они проверят, не идёт ли этот стук с рулевой рейки. Да, товарищи, такие механики очень нужно уважать. И я не шучу, потому что из десяти механиков только у одного такого появился такая замечательная гипотеза. Естественно, я пошёл к механикам рулевой рейки. И они всего за пять минут установили, что болтается вал рейки внутри турки. Причина стука именно этот, и нужно ремонтировать поскорее. Проверяется он очень легко, и каждый может продукт инвестировать самостоятельно. Но, как ремонт дорогой, снимать и ремонтировать самому я не рекомендую. Потому что этот узел очень важный деталь. И всё-таки, лучше такую процедуру доверить профессионалам. Проверить можно так. Машину поднимаем на подъёмнике или просто вставим на яме. Потом удерживаем рукой вал рулевой рейки сначала вот тут, а потом тут. И дёргаем сильно. Если хоть маленький люфт есть и ступит, значит её срочно нужно ремонтировать. Вот и всё. После ремонта я езжу на своём ЦЦ комфортно и уютно. Продолжение следует... Продолжение следует...